приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня друзья в этом видео мы с вами поговорим о антипаске поговорим о воскресенье фомы поговорим о том что можно и чего категорически нельзя делать в день красной горки на какие народные приметы традиция обряды обязательно вам стоит обратить внимание чтобы не привлечь свой дом и в свою жизнь определенные неприятности и проблемы и так друзья далее все более подробно в этом видео но прямо сейчас ставьте лайк этому видео а в комментарии напишите изобилие и пусть вселенная это приумножит вашей жизни также друзья всех хотим поблагодарить за донаты которые вы нам отправляете итак друзья давайте вместе с вами начинать итак друзья антипаска это праздник православной церкви который установлен в честь явления иисуса христа своим ученикам на 8 день после пасхи воскресенья напоминаю вам что в этом 2024 году мы все пасху отмечаем отмечали 5 мая и вы знаете этот день антипаски это как окончание светлой седмицы которая следует вот особое торжество и означает в переводе как вторая пасха или или вместо пасхи называют это еще как восьмой день и святая церковь вспоминает явление воскресшего господа апостолу фоме который отказывался верить в воскресенье иисуса христа именно в этот день господь вновь явился своим ученикам в особенности к апостолу фоме чтобы убедить его своими ранами что именно с ним встречались все свидетели его воскресенье и первое воскресенье после пасхи носит название в церковном календаре как антипасха или воскресенье фомы воскресенье фомы и народе еще тот день называли красной горкой название антипасха означает вместо пасхи или противоположной пасхи но это не противопоставление а обращение к прошедшему празднику как говорится повторение его на восьмой день после пасхи вы знаете что с древних времен именно окончание светлой седмицы празднуется особо составляя собой как бы замену пасхи также этот день еще называют и фоминой неделей воспоминания о чуде уверования апостола фомы также этот день двенадцатого мая который мы с вами будем отмечать как антипасха также называют еще и фоминым воскресенье потому что назван честно в одного из апостолов иисуса христа который к сожалению позволил себе усомниться в воскресенье своего учителя отсюда и пошло такое выражение которое мы любим часто произносить как фома неверующий и конечно же 12 мая в народе празднуется праздник красная горка и обращаем ваше внимание что антипасха еще переводится с древнегреческого как подобное и можно перевести как воскресенье подобная пасхи или другая сторона пасхи конечно же можно сказать ранее этот день еще связан с апостолом фомой которого прозвали неверующим по каким причинам фомы не было когда иисус христос явился своим ученикам воскрешен неизвестно поэтому к сожалению он не поверил рассказом и заявил что пока сам лично не увидит раны от гвоздей на теле христа он не поверит и даже сильная любовь к своему любимому учителю и горе от его потери не к сожалению не позволили ему поверить в предсказанное и конечно же восьмой день после воскресенья господь явился апостолу фоме это как свидетельство о том что был с учениками все время по воскресенью но не стал ждать вопросов а а показал ему свои раны ответив на его не высказанную просьбу евангелие не говорится осязал ли действительно фома язвы господа но вера возгорела с ним ярким пламенем и он кликнул господь мой и бог мой этими словами фома исповедовал не только веру воскресенья христова но и веру в его божество и конечно же по церковному преданию святой апостол фома основал христианскую церковь в палестине в месопотамии в порфии в эпиопии индии тем самым запечатлив проповедь евангелия мученик мученической смертью за обращение как кресту сына и супруги правителя индийского города милипора сейчас это милипура и он был заключен к сожалению в темнице претерпел пытки и наконец пронесенный пятью копьями отошел господу раненый пятью копьями отошел господу богу и начиная с воскресенья фомы православной церкви после длительного великолепного перерыва возобновляется совершение таинства венчания на руси именно в этот день на красную горку приходилось больше всего свадеб устраивались гуляния и сватовства почему же этот день называют не только антипаска не только фоминаю воскресенье и красная горка дело в том что красная горка по одной из версий уходит кормнями в языческий праздник который возник до христианской руси изначале его отмечали в середине апреля когда активно начинал таять снег и посвящалась это все нескольким богам в первую очередь ярилья богу солнца в этот день народ встречал рассвет на горе который первой избавилась от снега ее называли красной красивой или нагретость солнца также с приходом христианство появилась и традиция дарить родным и друзьям пасхальные яйца потом подниматься на горку и скатывать их с нее и тот чье лицо чье яйцо благополучно достигала подножия и не разбивалась мог надеяться на долгую и счастливую жизнь кражинки в те времена крашенки в те времена всегда красили в красный цвет отсюда и не могло появиться название красная горка знаете этот день наши предки всегда праздновали с размахом его связывали с приходом весны ожиданием пробуждения природы молодежь устраивала широкие гуляния с плясками с хороводами аж до самого утра повсюду звучали песни женщины снова красили яйца девочки подростки рано утром собирались в саду и делали на костре из пронесенных дома яиц яичницу а потом все вместе ели ложками а девушки недавно вышедшие замуж во время хавара хавара хоровода символически переходили из разряда невест замужней из женщины и из одного ряда хоровода в другой тоже не не участвовали в гуляниях считалось достаточно плохой народной приметой молодые люди верят что если в этот день сидеть дома то так человеке останется без пары или создаст семью но некрасивым из нелюбимым человеком именно в этот день после строгого поста в церкви наконец разрешалось венчание поэтому и в народе считают что все кто женится на красную горку будут счастливы семейной жизни как же празднуется антипасха она всегда празднуется в первое воскресенье после пасхи и служит обновлением праздника и на восьмой день вообще число восемь имеет символическое здесь значение восьмой день обозначает жизнь как мера грядущего поскольку сама пасха выпадает на разные даты из года в год то есть вслед за ней и смещается антипасха ровно на неделю антипасха с одной стороны связано с воскресеньем христовым так как служила завершением восьми восьмидневных пасхальных торжеств с другой стороны с таинством поскольку в этот день или накануне крещенные на пасху или великую субботу снимали белые креща крещальные рога ризы и на каждой из воскресных служб начиная с антипасхи фрама поется пасхальный канон как повторение празднования пасхи в церквях воскресенье проходит крестный ход с обязательным окроплением святой воды на литургии читается евангелие от иоанна из слова иисуса который на по направленный к апостолу фами который служил напоминанием для людей что искренняя вера обладает духовным зрением также в этот день наши предки проводили обряды в том числе и на богатство на привлечение достатка в свою жизнь на протяжении всего года поэтому раньше в антипасху умывались именно с иконы то есть водой с которой мы все в доме умывали младших и распространялась это в беседах с посторонними а еще те кто хотел быть при деньгах в ближайший год бросали монетку в колодец тоже самое можно было делать и в фамино воскресенье друзья как и на обычную пасху так и на антипасху принято радоваться деревнях молодежь устраивала весь веселье гуляния водили хороводы пели песню через неделю после пасхи снимается запрет на венчание свадьбы поэтому парни девушки приглядывали себе пару и обязательно гадали на суженного зажигали свечу и ставили на приоткрытое окно если она сгорела полностью и не потухла значит вскоре наступит по поступит предложение руки и сердца а вот если свеча гасла значит еще год ходить одинокой также на воскресенье положено было сходить на службу в церковь помолиться за усопших и навестить их на кладбище традиционно утром было принято умываться святой водой которую заранее ставили перед образами на всю ночь вечером принято было собираться на семейный ужин обильное угощение и приятная атмосфера чем удачливее будет тогда и весь год что же готовит на антипасху то здесь каких-либо ограничений нет на антипасху наши предки всегда старались накормить 7 животных для чего чтобы в доме не переводились деньги а удача сопутствовала обязательно во всех делах если перед дверью оказывалась бродящее животное его вставляли у себя или пытались где-то пристроить давай теперь поговорим о том что же нельзя делать на антипасху 12 мая друзья на антипасху ни в коем случае нельзя ругаться скандалить конфликтовать тем кто нарушит запрет не будут счастья на протяжении всего года также нельзя отталкивать и близких людей если нет возможности быть рядом стоит пообщаться с родственниками по телефону или по мессенджеру считается что в этот день нельзя надолго оставаться в одиночестве иначе удача отвернется также в этот день ни в коем случае нельзя выбрасывать еду которая осталась после праздничного застолья если у вас действительно осталось что-либо лучше отдайте животным нет у вас дома животных в таком случае возьмите соберите все то и отдайте птичкам или пойдите в парк просто оставьте это просто как дань природе а природа уже сама решит что с этим делать но ни в коем случае не выбрасывайте еду мусорное ведро в этот день не стоит плакать грустить если сделать наоборот то печаль и невзгоды поселиться в доме на целый год также не стоит оставаться в одиночестве рядом должны быть обязательно близкие люди если вы не хотите чтобы кто-то приходил к вам сами пойдите кому-то в гости или как вариант позовите гостей к себе если в этот день должно в этот день должно быть обязательно шумно должно быть весело должно быть хорошо на душе помните об этом даже в этот день также запрещено высаживать растения поскольку всходы будут слабыми а потом и вовсе погибнут поэтому лучше все-таки в этот день 12 мая уделите внимание себе своей семье они огороду или растения потому что будут еще одни когда вы обязательно сможете уделить внимание и обязательно провести время на огороде так так а также как можно сказали ранее не стоит ругаться сквернословить а люди которые нарушат эту заповедь не поймут не будут мириться до самой троицы также не следует ходить в этот день неопрятными в этот день вообще было принято что нужно лить лучшие одежды желательно ярких светлых цветов не рекомендуется в этот день трудиться вообще особенно запрещен в этот день тяжелый физический труд но если у вас сегодня выпадает смена и то конечно же идите на работу потому что все таки общественная работа работа которая вас кормит вот что касательно дома и не рекомендуем делать также в этот день не стоит заниматься рукоделием уборкой нельзя в этот день отказывать в помощи тем кто действительно нуждается в помощи потому что любая посильная помощь считается что будет вознаграждена свыше а отказ отнес провоцирует всю ряду неудач даже не обязательно в этот день помогать именно деньгами вы можете кому-то помочь словом кому-то перевести через дорогу кому-то поднести сумку это тоже друзья помощь которая которая очень важна также постарайтесь провести этот день семьей с друзьями кроме того в антипасху посещают кладбище хотя этот день и не относится к родительским но все равно часто еще антипасху называют пасхой для умерших и считается что именно в этот день усопшие родственники могут разделить трапезу с потомками не для них остается место за столом и еда на окне или у двери а утро нужно начинать вспоминания также обращаю ваше внимание что с воскресенье антипасхи весна окончательно вступает свои права поэтому в этот день вы можете устроить пикник на природе или просто отправиться на прогулку благо еще и воскресенье и по народным приметам дата антипасхи считается было благоприятным для бракосочетания и венчание свадьбы сыграны в этот день считается что они что люди будут жить удачливо и счастливо вот такой друзья у нас с вами праздник антипасха она же красная горка она же пасха мертвых она же фамино воскресенье друзья мы надеемся что наши советы и наши рекомендации вам помогают жизни прямо сейчас друзья ставьте лайк этому видео а прямо сейчас на экране друзья вы видите два всплывающих окна друзья это следующее рекомендованные видео для вас нажимаете на то ведь у которой он на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите друзья всех вам мыслимых и немыслимых благ услышимся с вами же буквально в следующем видео